Добрый день! Сегодня мы пришли в ресторан Эрвин, чтобы познакомиться лично с Нептуном и научиться есть медведок. Медведки это не только такие зловредные насекомые подземные, но еще и дальневосточные креветки. Расскажет нам о них шеф ресторана Эрвин Алексей Павлов. Алексей, кто это за странные такие твари? Твари. Твари их называют креветками медведка. Если их посмотреть с такого ракурса, то можно очень перепутать со зверьком. Обитает этот зверек, назовем его так, в японском Берлинговом Охотном море на глубине 50-60 метров. Очень полезный, очень вкусное сладкое мясо. К нам он поступает в военномороженом. Единственное, особенно, когда, если при выборе креветок, очень важно, что креветки все, независимо от вида. Можно поддержать. Да, конечно. Должны быть поджат хвостик. Это очень важно. Потому что есть момент такой, что когда их погружают в раствор, в горячий, живой, мышца, она сжимается. И креветка автоматически, ну, то есть, у нее, понимаете, она зажимается. А если он не раствор? Если она такая, то если она такая уже замороженная, лежит на рынке или на фирме, приходит с фирм, то это способствует тому, что креветка была не живая. Не живая, когда ее варили. Да, это очень важно. Еще очень многие брыкаются от внешнего вида головы. Но это способствует только тому, что это неплохой продукт. Хорошо, что если вы развернете таким образом, увидите икру. Это самка. Когда она набирает икру, начинает нереститься, у нее голова становится темной. То есть, видите, да, разница? А, то есть, так можно узнать, что это самка. Они разнополые. Они разнополые. Мне, пожалуйста, темноголовых. То есть, мясо очень сочное. И непосредственно это способствует тому, что она была в панцире и живая. То есть, если вы посмотрите, то есть, очень мягкое и вкусное мясо. Подаем как сырой, как отварной, да, в разных бульонах и холодного копчения. А в каких бульонах? Рыбный бульон. Подаем гостям натуральный вкус. Вкус Дальнего Востока. Зачем их коптить? Чтобы придать тонкий вкус, дымчатый, да, тонкий вкус. На чем коптите? Опилки. А какие? Да, яблоко и ольха. Вот так вот. Давайте подкоптим парочку креветок. Да, конечно. И мне расскажите, как их есть. Самых, конечно. Ну, достаточно. Все, пройдемте. А я думал, у вас там коптильная? Ну, она находится непосредственно на кухне. Если мы будем все в зале коптить, то гости у нас возрадуются. Гости будут тоже все копченые. Да, да, все копченые. Давай, сам, алло. Налево все. Все налево. Давай. Под непосредственно коптильня. Коптим мы, естественно, здесь. 40 минут копчения, естественно, легкое копчение, чтобы непосредственно был легкий дымок. 40 минут, а температура какая? Температура 40 градусов. То есть, если вы сейчас подойдете поближе, то почувствуете и дым, и тепло. Ну что, ждем 40 минут. То есть, непосредственно дым. Вот, дымок. По тому, что, да. Красная. Черноголовая. Креветка готова. Вот так вот, как и есть. К употреблению. То есть, есть все просто, как любая креветка. То есть, открывается голова. Спокойно. Резко. Да? Да. Икра. Икра. Так. То есть, вы можете спокойно вот так вот разделить. Непосредственно, да. Чтобы вот так вот вынуть ее. Да, да, да. И можете просто, то есть, если кто не боится панциря и так далее, то есть, можете просто... Вкусить ту большую порцию икры, которая креветка наносит под собой. Потом надо съесть этот хвост. Собственно, главный мускул. Медведки, ресторан Эрвин, река, море и океан. И весь Дальний Восток. Я бы эту икру вместо черной продавал бы. Она такая плотная, как горчичные зернышки. А я забыл голову оторвать. Да, и во вкусу она похожа больше на арака, чем на обычную креветку. Пока. Классно. Вот такой. Спасибо. А сколько газ? Да не за что.